Приветствую вас. Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что вы называете себя интровертом, вы говорите о том, что да, я интровер, но при этом накладываете внимание на общение других мыслей. Из чего можно сделать, что вы не интроверт, а вы как бы, ну то, что называется вынужденный интроверт, да, когда у человека был какой-то вот такой неудачный опыт, неудачный опыт, я имею ввиду взаимодействие с там мужчинами, да, взаимодействие с людьми и так далее. У вас такой неудачный опыт, скорее всего, был следствие чего вы закрыли. Ну, собственно, какие-то основания, причины для того, чтобы закрыть, закрыть, я думаю, я думаю, у вас либо есть, либо должно быть, ну, в любом случае, да, по-другому, по-другому просто как-то не бывает. Поэтому это нужно учитывать обязательно. И обратить ваше особое внимание мне бы хотелось в том числе на то, что вы как бы сомневаетесь в себе, вы говорите, нормально ли это, почему это должно быть ненормально, почему это то, что вы наслаждаетесь, даже если вы хотели бы изменить, и даже если бы изменяли бы, почему вы считаете, что это ненормально. Допустим, вы не изменяете. Вопрос в том, вы не изменяете почему, потому что вы так хотите, или вы не изменяете, потому что так нужно, так правильно. Это ведь тоже очень важный момент, который достаточно сильно может влиять на свободу человека, на его, так сказать, возможность быть самим собой. Поэтому я думаю, я думаю, что вам необходимо на эти вопросы вам себе ответить в первую очередь, потому что моменты это достаточно важные, моменты это достаточно серьезные, если мы говорим про ваши, ну, будущие отношения, про ваши текущие отношения, которые у вас, к примеру, уже есть и так далее. То есть вариантов здесь довольно много вопросов в том, что является вашим естественным состоянием, понимаете, какая штука. Ну вот, а мне кажется, что вы как раз в какой-то степени, да, склонны к тому, чтобы как-то вот, ну, не знаю, может быть, обесценивать то, что вам важно. Может быть, вы считаете, что наслаждаться чем-то это не для вас, вот. То есть так понятно, так понятно сказать, можно весьма-весьма отдаленно не общаясь с вами, да, не взаимодействовать с вами. Ну, мне кажется, что в целом, да, ситуация, она вот такая, в целом ситуация такого типа присутствует. И в первую очередь вам нужно смотреть на то, как мне кажется, чтобы разобраться в себе, чтобы поисследовать именно себя, вот, чтобы научиться, слушать себя, вот. А дальше уже будет, наверное, более понятно, в каком направлении, в какую сторону вы хотите двигаться. Конечно, вопрос в том, насколько вы хотите разбираться в себе. Конечно, за подобную моделью поведения, конечно, за подобную моделью поведения, может что-то быть вне всякого сомнения. Ну, опять же, обновится природа, понимаете? То есть, если вы чувствуете, что вот я настоящий здесь, когда, ну, когда я ощущаю, да, внимание, мужчин, ну, других мужчин, когда я ощущаю внимание большого количества мужчин. Вот, если вы чувствуете, что это в этот момент вы и настоящие, то, собственно говоря, почему бы и нет. Другой вопрос, если вы чувствуете себя не совсем собой, это уже куда более интересные детали, это уже куда более интересный момент. Потому что, если вы чувствуете, что вы это делаете из какого-то другого желания, то есть, если вы чувствуете, что то, что вы делаете, это ваш способ получать для себя что-то. Вот, например, например, как мой коллега сказал поднять самооценку и так далее, то, наверное, в таком случае стоит как-то стать независимым именно от внешних историй. То есть, чтобы ваша самооценка не была зависима от того, пишет ли вам большое количество мужчин, например, или нет. Или, вот, как это получается, что, чтобы чувствовать себя хорошо, вам нужно, там, определенное количество мужчин. Ну, то есть, тут вот, имеет смысл, наверное, поработать над тем, чтобы вы были менее зависимы от этого. Вот, если для вас, это способ именно, ну, если для вас, это именно способ поднимать самооценку. Вот. Ну, если вы это делаете просто, потому что вам нравится, если вы это делаете просто, потому что, потому что это ваша природа, вот, такая, такая. Ну, я не думаю, что, что с этим нужно что-то делать. Вот. Вот, наоборот, мне кажется, кажется, что если с этим что-то делать, то вы быстрее себя обстираете и быстрее у вас могут начаться какие-то другие проблемы. Ведь, если вы были без отношения, вот, какое-то время, то, конечно, хочется, хочется этих самых отношений. Так что на них, я думаю, примерно так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете, примерно таким образом можно на него ответить на ваш вопрос, который вы задаете. И поймите, пожалуйста, что не столь здесь важно, а нормально для этого, и от чего это происходит. Не столь это важно, а как, то, ваш ли это способ быть собой, быть настоящим. Вот, самое страшное, если, если да, то все супер, прекрасно, вот, если нет, то нужно это корректировать. Ну, самое страшное, что могут быть, ну, могут быть трудности определенные у вас. То есть, например, вот, если, например, если ветра, например, всем, ну, так получается, да, если бы, ну, машины решают, ну, там, они не общаются, например. Или вы будете слишком заняты, или есть что-то такое, понимаете, да? Я думаю, в любом случае с, именно самооценкой лучше, конечно, работать, и лучше, конечно, чтобы она была более, более такая самостоятельная, независимая от окружающих людей. Вот. А если вам нравится внимание мужчины, если вы чувствуете себя в настоящее, если вы чувствуете себя более живой, да, на здоровье, вот. Да, это может неоднозначно восприниматься, восприниматься, ну, мужчиной, да, то есть, мужчина ваш может относиться к этому довольно-таки негативно, скажем так, вот. Ну, это тоже вопрос вашего выбора, если вы выбираете такого мужчину, который не уверен в себе, да, например, например, вот, чтобы, ну, как это, допустим, к примеру, я не знаю, компенсировать свою, допустим, не уверен, к примеру, опять же говоря, вот, то это, но, на мой взгляд, несколько деструктивная позиция, вот, ну, опять же, вам решат, вам выбора. Сейчас, мне кажется, вы тревожитесь относительно того, могу ли я быть такой, какая я есть, вот, сейчас, мне кажется, вот, ваша основная тревога, это это. Могу ли я быть такой, какая я есть, вот, и что-то вас, очевидно, а, сдерживает, что-то вас, что-то вам, очевидно, а, как будто бы, начально, да, вот. Мне кажется, что, задача, вот, ну, наша задача, именно, как психологов, как психотерапевтов, помочь вам на эти моменты, да, вероятно, обращать меньше, а, внимания, потому что, а, это блокирует вашу, а, способность жить и получать удовольствие. Может быть, у вас есть такой момент, как стыдь, вот, может быть, у вас есть такой аспект, а, такой аспект, как, эм, сомнение, страх, эм, требование, достаточно мощное, да, к себе самой, вот, с этим всем можно, можно, можно поработать. Но, в целом, мне кажется, что, а, если вы, будет, там, к себе внимательны, вот, то, у вас все будет хорошо, и все, а, будет только улучшаться. Потому что, вообще, а, ну, один раз, попробовав, вот, пожить, условно говоря, а, такую жизнь, вот, а, назад, попробуй, а, возвращаться, не хочется, вот, и возвращаться, как, к тому образу, образу жизни, который вы вели, да, а, не хочется, тоже, что нормально, опять, абсолютно. Поэтому, вы сами, э, представьте себе, вот, завтра я отказываюсь от мужчин, завтра отказываюсь от внимания мужчин, завтра я, там, не знаю, запрещаю, там, писать им, и так далее, и так далее. Как я буду себя чувствовать, что будет со мной происходить. Только, ну, ну, нужно стараться быть максимально честным. Максимально честным, э, что слабой в этот момент, потому что, если честным, честным, э, слабой не быть, то, э, можно пропустить, э, какие-то, вот, важные моменты, вот, важные аспекты, можно это упустить, вот. Поэтому крайне важно на это обратить ваше внимание. По крайней мере мне бы этого очень хотелось, чтобы вы обратили именно на это свое внимание, а не на то, что это нормально и почему так происходит. Понятно, что отношение общества к этому не однозначно. Вот, ну, вопрос в том, где вы, и вопрос в том, а не проецирует ли это самообщество на вас, порой там, в союзе, какую-то неуверенность в себе, свои какие-то сомнения, страхи и так далее. Это ведь все. Тоже, как мне кажется, достаточно важный момент. Вот, наверное, ну, наверное, как-то так, я думаю. Можно ответить вам на вопрос, который вы выдаёте. И я надеюсь, что, вот, пищу для размышлений, да, я вам какую-то, какую-то, да, надеюсь, что какую-то пищу для размышлений вы от меня получили. А дальше я надеюсь, что вы сами сможете для себя решить, что вы хотите. То есть, если вы хотите разобраться в себе, если вы хотите научиться быть собой, потому что, потому что, ну, это всегда, это всегда. Риск, это всегда такая вот, ну, возможность того, что вас отвернут, не примут, это всегда риск боли, вот. Потому что, как у нас реагируют на условных, условных таких, таких вот неудобных людей, вот, то это, мы вам поможем с удовольствием, мне кажется, что человек вы весьма такой позитивный человек, вы весьма приятный вообще, хоть вы называетесь подкрытым, вот. А если вы просто хотите получить какое-то подтверждение или опровержение своей мыслью, то здесь, боюсь, есть проблемы, потому что психологи этим не занимаются, мы таким не занимаемся. Вот, мы не занимаемся тем, что опровергаем или подтверждаем или подтверждаем, а-а-а, какие-то позиции, вот. Нужно разбираться, нужно смотреть, нужно с вами общаться, нужно интересоваться вами, вами научить вас интересоваться собой, вот, чтобы вы уже, а-а, могли с полной уверенностью двигаться пажей, а-а, двигаться пажей, вот. Ну, это, а-а-а, процесс не быстрый, вот, и, соответственно, готовы ли вы, ли вы, а-а-а, инвестировать, инвестировать, вот, условно говоря, в себя, вот, не готовы ли вы инвестировать в свою психотерапию, время, ресурсы и так далее. Вот, это, мне кажется, важно, потому что, ну, если не готовы, если не готовы, то и браться не надо, не надо, в принципе, если не готовы, вот, а-а, если, хотите, если хотите, можете, вот, то, совершенно, а-а, ну, совершеннейшим, а-а, кашинцам было бы этого не сделать, вот. Как-то так, а-а-а, какой-то такой получился ответ. Очень надеюсь, что вам это будет полезно, очень надеюсь, что вам это будет интересно, надеюсь, я ответил на ваш вопрос настолько, насколько мог, потому что, ну, понятно, надеюсь, что есть определенные ограничения, вот, фактические ограничения и так далее. Буду вам очень благодарен за обратную связь по моему ответу, что позволит вам начать над собой работу, что позволит вам начать процесс изменений, вот. Ну, а я, я желаю вам всего самого доброго, удачи, побольше было, что, форжеток фоба. Продолжение следует...